Детские лагеря, здравницы и санаторий должны работать как часы, по инструкции, без единого нарушения. В противном случае может случиться непоправимое. Проверки учреждений санаторно-курортного комплекса продолжатся, заявила Анна Менькова. Несколько ведомств одномоментно заходят в здравницу и проверяют вас на предмет, в том числе безопасность, наличие необходимых документов у всех ваших сотрудников. Обратите внимание, чтобы ваши сотрудники не были судимы. Мы проверим всех инструкторов на предмет вообще квалификации. По завершению краевого совещания в администрации прошло расширенное заседание межведомственной комиссии по организации летней оздоровительной кампании с участием руководителей контрольных ведомств и детских здравниц. Число несчастных случаев с детьми растет. Чудом остался жив ребенок после купания в бассейне в одном из домов отдыха. Заместитель главы Анапы Людмила Терещенко напоминает, оказывайте услуги отдыхающим, значит обеспечивайте их безопасность. У кого есть бассейн с полной ответственностью, чтобы спасатели были так же и на море. И причем, наверное, 24 часа в сутки, поскольку этот ребенок, если маленький, он может упасть туда в любое время, независимо, когда у вас будет этот бассейн. Пришкольные лагеря – ответственность управления образования. Вторая смена особенно многочисленна. 24 лагеря примут свыше двух тысяч детей. Все мероприятия, которые проходят за пределами школ, должны быть согласованы. Организация питания в детских здравницах каждый сезон становится предметом пристального внимания контрольных ведомств. Для работы есть все – современное оборудование, условия для хранения продуктов. Но человеческий фактор становится причиной многих бед. Мы в этом году наиболее серьезно подошли к вопросу поставки пищевых продуктов. Уже на сегодняшний день шесть поставщиков мы проверили, которые поставляют лагеря и дневного пребывания, и другие. Значит, три у нас сейчас в работе. Нарушения выявлены и в работе Исакидиса. Это сухофрукты ВИТА, недоброкачественные были поставлены в Альбитский ИП. ИП Татуревич пошел судом закрыть на 30 суток в настоящий момент. Еще «Жемчужина России» объявляла на гуртеатре, что без срока изготовления колбаса была, белорусские сыры были. Буквально состоялся арбитражный суд, штраф 300 тысяч с конфискацией. Проверки участились, но ситуация кричащая. Ужесточить контроль требования краевых властей. Каждый должен помнить об ответственности за жизнь и здоровье детей.